На сегодня по всему миру число заболевших коронавирусом превысило 90 тысяч человек, более трех тысяч случаев со смертельным исходом. Ежедневный прирост заболевших в мире составляет 5,7%. Несмотря на то, что в Казахстане случаев заболевания коронавирусной инфекции не зарегистрировано, меры по профилактике активно принимаются. О том, что делается в этом плане, в Кустанайском регионе рассказали сегодня в областном Акимате. Начало ухудшения эпидситуации было взято под наблюдение 159 человек, прибывшие из Китайского рода республики, в том числе трое граждан КНР. В связи с течением инкубационного периода они сняты с наблюдением. Под наблюдением взято 94 человек из третьей категории, из них только 72 человека и жители Германии. Эти 94 человека прибыли из стран с низким уровнем заболевания коронавирусом, где зарегистрировано менее 10 случаев инфекции. Кроме этого, создан областной штаб по недопущению распространения вируса, куда вошли руководители всех областных ведомств, департамента ЧАЭС и полиции. Мы его создали и теперь они должны всю работу координировать. Также у нас есть, это особенно для Акимов, районов, городов. Такие штабы должны быть и у вас в регионах. И вот такой план мероприятий мы утвердили по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области. Здесь есть организационные мероприятия, формирование социально-лабораторной базы, информация структура, ну и так далее. Еще одной мерой безопасности стала отмена массовых мероприятий. Накануне президент Казахстана Касымжом Артукаев принял решение об отмене праздничных концертов и собраний по случаю Международного женского дня в Нурсултане. Такой же позиции решили придержаться и в нашей области. Архимед Мухамбетов поручил ограничить совещания и праздничные мероприятия с большим скоплением людей. Кроме этого, из республиканского бюджета были выделены и дополнительные деньги на закуп медицинских масок и лекарств почти на 36 миллионов тенге. В целях недопущения возникновения распространения коронавирусной инфекции в резерве правительства республики Казахстан введут выделенные дополнительные средства. Для закупа 30 номинований лекарственных средств и проводчик изделий на значение. Управление здравоохранения заключен договор с единой бюджетной бюджетной на поставку 20 позиций лекарств и медицинских изделий и с 30 номинованием на сумму 18,6 миллиона. На оставшиеся 10 позиций проводится процедура закупа. Сегодня пациентов с признаками инфекции в области нет. По словам Вячеслава Дудников, все меры по выявлению и недопущению распространения опасной инфекции приняты. Сейчас в лечебных учреждениях области имеется 254 инфекционных койки. Дополнительно медорганизации могут развернуть еще 368 койек. Хамза Нурпиисов, Камила Солкомбаева, РТН